Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Признание на высшем уровне под занавес уходящего года в регионе вручили государственные награды. Не ударить в грязь лицом. Общественники думают, как привлечь туристов в Самару. Жадность трейдеров сгубила. В Самаре расследуют аферу, в которой пострадали две сотни человек. Не испортить праздник себе и другим. Добровольные пожарные команды напоминают самарцам, как пользоваться пиротехникой. Жилье в центре города и без ипотеки. У Деда Мороза в Самаре появился собственный дом. Государственные награды сегодня вручали в Самарской области. Ордена, медали, почетные знаки и звание всероссийского и регионального значения вручил губернатор Николай Меркушкин. Лауреаты – самые заслуженные люди, которые не просто добились большого успеха, каждый на своем месте, но и стали примером для других. В числе награжденных и руководителей компании и просто хорошие мамы и папы. Олег Зверев познакомился с лучшими людьми. Две национальные культуры в одной семье и, как следствие, в доме Амира Исмаилова и Татьяны Ушанковой – все дети отличники, а старшие – лауреаты международных конкурсов. Сегодня супруги награждены медалью Ордена Родительской Славы. У нас вот именно сын, обладатель таких вот премий международных, и дочь тоже именно художественного творчества. Вот она как бы мечтала поступить в архитектурно-строительный университет, то есть она там учится, в Московском архитектурно-строительном университете. Под занавес уходящего года в Самарской области по традиции вручаются государственные награды. В числе лауреатов – самые заслуженные. Это важный этап в жизни каждого из них – признание заслуг и задел на будущее достижение. Очень высокие награды Родины, здравственные награды – это всегда дополнительная радость. Конечно, каждый из вас в невысокомый вклад в развитие области, да и крупной области. Своей страны, каждый из вас пользуется огромное уважение государственного поведения. Сварщик завода «Салют» Давид Ганелин делал еще первые самарские двигатели. Указом президента России награжден орденом почета. Даже гендиректор предприятия считает его своим учителем. Председатель областной организации Союза композиторов России Марк Левянт награжден орденом дружбы. По словам музыканта, это заслуга всех, с кем он сотрудничал в творчестве. Я эту награду делю со всеми, с кем я работаю все эти годы. Разделяю с моими композиторами и музыковедами, членами Союза композиторов. Я разделяюсь с теми артистами театра, оперы и балета, с артистами филармонии, с артистами симфонического оркестра. Заместителю министра социально-демографической и семейной политики региона Елене Гриценко вручена медаль ордена за заслуги предотечеством первой степени. Начальнику гидромедцентра Приволжского управления Людмиле Ануровой присвоено звание заслуженный метеоролог России. Жители Самары хорошо знают главного самарского синоптика. Прогноз на 2017 год самый благоприятный. Надо надеяться, что будет не хуже, чем в этом году. Я всех поздравляю с Новым годом наступающим. Пусть все будет хорошо. Самое главное – здоровья, успехов и погоды хорошей в доме. В числе награжденных – машиностроители, нефтяники, врачи, учителя, работники культуры, многодетные родители, спортсмены. Генеральному директору хоккейного клуба «Лада» Владимиру Вдовину объявлена благодарность президента России. Врань Ильдович, я хочу благодарить за что, потому что вы будете в вашем деле стоять. А от Федерации хоккея России диплом вручен главе региона за вклад в развитие этого вида спорта. В губернии учреждены также областные награды. За заслуги перед Самарской областью, за труд во благо земли Самарской, почетный знак трудовой славы, а также звание, заслуженный в каждой из профессий. Всего в этот день награждены 38 человек. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Дед Мороз получил самарскую прописку. Главный зимний волшебник въехал в апартаменты, которые расположились на площади Куйбышева. Дом неодинок и рядом. Очень необычный приусадебный участок с елками и оленями. Неподалеку ледовый городок. Чем пахнет в усадьбе Самарского Мороза и кто приедет к нему в гости, выяснила Марина Кравцова. В сказочное царство превратилась площадь Куйбышева. Дети и взрослые в предвкушении. Вот-вот появится главный зимний волшебник. Впервые Дед Мороз надолго обоснуется в Самаре. В собственном доме. Вижу, что к Новому году вы подготовились. И хором-то мне какие построили. Потолок не ледяной, дверь не скрипучая. Но атмосфера праздника витает в воздухе. В добротном срубовом доме пахнет древесиной. Старорусский дух в центре мегаполиса. Как и положено для Деда Мороза и Снегурочки, приготовили два волшебных трона. В этом году к организации праздника в Самаре подошли особо. На главной площади не только катки, елка и ледовые скульптуры. Появилась такая идея, чтобы открыть дом самарского Деда Мороза, чтобы все дети могли прийти сюда, поздороваться, пообщаться, побывать у Дедушки Мороза в гостях, сфотографироваться, написать записки, получить подарки. Первые гости в новом доме, конечно, дети и их родители. Очень красиво украшен домик. Сделали общие фотографии и получили вот такую замечательную елочку. Очень интересно, креативно, поэтому мы остались довольны. Чтобы попасть к заветному домику, предстоит пройти целый лабиринт, встретиться с забавными снеговиками, разгадать загадки Снегурочки. Не только Дед Мороз уже обосновался в своих апартаментах. Перед резиденцией волшебника развернулся целый сказочный лабиринт со своими обитателями. В уникальной избушке уже принимает гостей Баба Яга. А рядом поселилось целое семейство оленей. Как только стемнеет, они оживут и засияют яркими огнями. Витая избушка не на курьих ножках, а на дубовом корне. Новое жилье приглянулось и Бабе Яге. В Самаре сказочная злодейка сменила амплуа. Избушка классная. Мне очень нравится. Она с двумя горками. Я пока детишек жду, так и катаюсь, катаюсь. График приема почетных гостей у самарского Деда Мороза уже расписан. 2 января приедет коллега из Финляндии Йола Пуки. Четвертого ждут Дедов Морозов из Мордовии, Чувашии и Татарстана. А шестого пожалует зимний друг из Якутии. Дед Мороз обещал, самые заветные добрые желания обязательно исполнят. Домик Деда Мороза как по волшебству исчезнет после зимних каникул. Вновь появится только через год. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Праздник, который нужно еще и пережить. Эксперты уверяют, каждый второй, получивший травму в новогоднюю ночь, неосторожно обращался с пиротехникой. Петарды, фейерверки, бенгальские огни нередко становятся причиной пожаров. В Самаре взято на контроль около 70 складов и магазинов пиротехники. Пожарные проводят беседы с жителями. Особое внимание самарскому поселку Шмидта. Почему, знает Андрей Горгуленко. Частного дома в поселке Шмидта семья Екатерины Домрачевой лишилась весной. Соседнее здание, которое тогда было выставлено на продажу, загорелось. Огонь перекинулся на дом Екатерины. С тех пор девушка как никогда бдительна. Осторожно относимся ко всему. Теперь розетки, газ, то есть ни в коем случае, да, несмотря на то, что у нас сейчас холодно, где мы живем, мы не оставляем конфорки на ночь. Мы даже не оставляем обогреватель на ночь. Вот, и выключаем все из розеток обязательно. О том, что пожары здесь случаются постоянно, говорит Елена Губарькова. Рассказывает, не всегда виной всему плохая проводка или включенные электроприборы. В новогоднюю ночь, говорит, многие соседи беспечно взрывают петарды, не отходя от ворот. Выходит здесь и с фейерверками, и с бенгальскими огнями. Поэтому, может быть, когда, особенно во время ветреной погоды, все это летит не туда, куда надо. Дома, не дай бог, там что-то загорится. Дальше куда-нибудь на дорогу, чтобы не так уж близко к домам было. Поселок Шмидта – район повышенной опасности. В нем много ветких деревянных домов, которые стоят очень близко друг к другу. Ближайшая пожарная часть находится за двумя железнодорожными переездами. За порядком здесь следят сотрудники добровольной охраны. В прошлом году они выезжали на возгорание 35 раз. В новогоднюю ночь мы выезжали на загорание дома из-за попавшего у него фейерверка. Люди по своей неосторожести направили салют рядом с домом. И он попал на крышу и загорелась крыша. Сегодня добровольцы раздают жителям памятки по пожарной безопасности. Механический дозор на пожарной машине. Наши добровольцы выезжают, проезжают по частному сектору, беседуют с людьми, раздают памятки, инструктируют о мерах пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами, при пользовании отопительными приборами электрическими. В новогодние праздники пожарные будут особенно внимательно следить за обстановкой в городе. На контроле почти 70 складов и магазинов пиротехники. Около 800 мест массового пребывания детей. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Почти 200 потерпевших 100 миллионов рублей ущерба в Самаре расследуют дело о мошенничестве в масштабах всей страны. По предварительной версии, контора работала по стандартной схеме. Сначала предлагала людям обучиться торговле на фондовых рынках. Затем заработать игрой на бирже с помощью опытных трейдеров. Для этого требовалось нести на счет крупную сумму денег. Понятно, что больше люди ее не видели. Спецрепортаж Алины Чемерис. История Маргариты Собакиной началась два года назад. Рассказывает, позвонили, позвали пройти обучение в компании Телетрейд. Вскоре предложили вложить деньги и попробовать сыграть на бирже. Маргарита – социальный работник с зарплатой в 12 тысяч рублей. Ей так хотелось заработать, что она даже взяла кредит – 150 тысяч. Поехал, в общем, вот этот Телетрейд. Там меня вел Максим, парень. Вот он деньги с меня все взял. Применял в какую-то, ну, как-то типа банкомат там у них, что ли, какая-то, какая-то, типа, такая штука, не знаю. Туда он их быстренько туда все, как бы сказать, ну, положил. Мне он выдал только один чек. Потом прошел где-то месяц. Он говорит, в общем, денег нет. Деньги все сгорели. Тогда же с этой конторой связалась и Юлия Романова. Она искала в интернете удаленную работу. Привлекла вакансия составлять графики на дому. Встретилась с работодателем, согласилась пройти обучение. В это время один из сотрудников сделал ей на первый взгляд выгодное предложение. Он начал выяснять, ну, есть ли у меня, так скажем, деньги, могу ли я их сюда принести, в эту компанию. Потому что он все время повторял, что здесь, значит, зарплата тысяча рублей в день, вот по этой вакансии, а ты можешь получить тысячу долларов за минуту на какой-то новости. Девушки, по ее словам, предложили в помощь опытного трейдера. Для этого нужно было внести на персональный счет 10 тысяч долларов. Радость была недолгой. Горе-наставник в итоге сказал, все деньги проиграны. Сотрудничество с телетрейдом заинтересовало и Алексея Палькина. Раньше он уже зарабатывал игрой на бирже, правда, конторы все находились далеко. Когда узнал, что такая фирма есть и в Самаре, сначала обрадовался. Отдал крупную сумму денег своему куратору, обещавшему золотые горы. Но торговля валютой как-то сразу не задалась, и средства со счета только уходили. Но вот куда, до последнего было неясно. Выяснилось, что деньги мои ушли не в компанию телетрейд, не в компанию консультационный центр, а на фирму с расчетным счетом в Москве, с которой деньги обналичивались. Когда Алексей стал наводить справки, выяснилось, компания работает по всей стране, только названия везде разные. В Самаре, в помещении, где, по его словам, раньше располагался телетрейд, теперь красуются таблички консультационного центра. Заходим в офис. Алексея и Юлию, которые уже два года сюда наведываются в надежде вернуть свои деньги, здесь знают в лицо. Сразу начинается суета. На логотипах ни намека на телетрейд. Раньше здесь все висело, то есть везде все было с названием телетрейд, сейчас они все уже здесь поменяли. Тех, кто смог компетентно разъяснить ситуацию, в офисе не оказалось. Вскоре к нам выходит молодой человек, явно не настроенный общаться. У вас здесь торговля на бирже? Не собираюсь давать интервью. Ну почему? А вроде дети, люди говорят, что ваша компания их обманула. Не собираюсь, а отказываюсь давать интервью. А вы кем являетесь здесь? Это не важно. Из офиса нас попросили, пообещав связаться. Не обманули. Нынешний директор консультационного центра утверждает, компанию возглавляет с марта, что раньше фирма называлась иначе, не знает. Говорит, это сугубо образовательный проект. Мы даем консультации. А уже дальше, как клиенты это применяют, это их дело. Мы не принимаем деньги от клиентов. Мы идем в консультации. Компания консультационный центр не предоставляет услуги по игре на бирже. Сейчас на компанию заведено уголовное дело потерпевших около 200 человек по всей стране. Общий ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. Это ряд организаций, которые вели, так скажем, активную рекламную кампанию, призывали граждан вносить денежные средства с целью якобы обучения игре на фондовых рынках. Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. То есть сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе на установление конкретных лиц, причастных к совершению этих преступлений. Сейчас предварительное следствие продолжается. Мириться с ситуацией бывшие клиенты телетрейда не хотят. Деньги, которые, по их мнению, компания забрала незаконно, намерены вернуть. Алина Чемеря с Артем Сулайманов. События. Самара гостеприимная. Регион активно готовится встречать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Проверяется уровень сервиса в гостиницах и точках общепита. Кроме хлеба, город, принимающий чемпионат, предлагает своим гостям и зрелище. Куда сходить, что посмотреть, как отдохнуть. За развитием туристической инфраструктуры наблюдают общественники и вносят свои поправки. Готова ли Самара встречать гостей, расскажет Марина Матвейшина. Подавляющее большинство гостиниц Самары прошли классификацию к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Отели получили различные категории. От пяти звезд до совсем без звезд. С 1 января следующего года такая классификация будет обязательной для гостиниц. И периодически ее будет необходимо подтверждать. Самара готова разместить гостей чемпионата, говорит руководитель департамента туризма на обсуждении в общественной палате. Какие задачи еще стоят с точки зрения гостиниц? На февраль месяц мы с представителями силовых ведомств запланировали конференцию, которая будет посвящена обеспечению безопасности при приеме туристов при размещении в средствах размещения в Самарской области. Будут подниматься вопросы, связанные как с безопасностью, так и с требованиями от органов Роспотребнадзора, Федеральной миграционной службы. Самарская область готовит к росту туристического потока. Развивается информационная система для гостей. Уже сейчас на железнодорожном вокзале и в Курумаче работают павильоны, где бесплатно можно получить карты Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской луки. А также всю информацию по вопросам инфраструктуры и туристических объектов в области. Потенциал области велик, отмечают общественники, и нужно им умело воспользоваться. Мы сможем в регионе организовать то необходимое государево око, то необходимое общественное око за туристическую отраслью, для того, чтобы она все-таки по возможности принимала большее участие в развитии регионов и в конечном итоге в повышении уровня в валовом внутреннем продукте страны. Обсуждается и развитие туризма в перспективе, после чемпионата мира. Визитная карточка Самары – круизы по Волге. Это направление будет развиваться. Также сейчас 14 регионов, среди них и Самарские, разрабатывают единый туристический маршрут – Великий Волжский путь. Федеральные туроператоры предлагают гостям из Китая красный маршрут – экскурсии по ленинским местам. Чтобы привлечь людей, необходимо поднимать уровень сервиса, отмечают общественники. И сейчас самое удобное время, когда спрос на внутренний туризм возрос на 20%. А для зарубежных гостей нужно создать такие условия, чтобы, побывав в Самаре во время чемпионата, они захотели вернуться сюда снова, познакомиться поближе. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. По данным областного Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано почти 12 тысяч заболевших. По сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости составил 7%. Причем чаще болеют подростки от 15 лет и взрослые. Карантин ввели в 14 классах 8 школ и в одной группе детского сада. В Самарской области откроют еще два мужских монастыря. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви. В селе Чубовка Кенельского района откроется Покровский мужской монастырь, а в селе Богатая Богатовского района Никольский мужской монастырь. Первый монастырь возглавит игумен Петр Луканов, второй иеромонах Николай Пашков. Парковаться рядом с площадью Куйбышева в новогоднюю ночь запретят речь идет о Вилоновской и Красноармейской, ограничивающей движение транспорта и на улицах Чапаевской и Шостаковича. Кроме того, до 11 часов вечера 8 января 2017 года самарские водители не смогут проехать на площадь Куйбышева. Исключение составит спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД. На площади Куйбышева запустят фейерверк в честь Нового года. Он стартует в ночь с 31 декабря на 1 января в час и будет длиться 10 минут. А в 22.30 начнется праздничная программа. На сцене появится 6-метровый Дед Мороз, приедет группа «Поднимаем руки вверх». Также 31 декабря самарцы смогут увидеть световой шоу «Полетели в Новый год». В 21.00 фасад театра оперы и балета станет огромным экраном, на котором будут транслировать мультимедийные новеллы. Кроме того, будет работать кис-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений. На новогодних каникулах синоптики обещают комфортную погоду с небольшим снегом, туманами, слабым гололедом и температурой выше средних значений. А все благодаря теплому и влажному воздуху из Атлантики. Идеальная погода для прогулок несколько испортится ближе к Рождеству, когда температура начнет снижаться до 20 градусов мороза. Болезнь – это не повод лишать детей новогоднего настроения, уверена в Самарской областной клинической больнице. Ребята вынуждены провести праздники в палатах, прошли обязательный курс елкотерапии. О целебных свойствах новогодних утренников расскажет Валерия Макарова. Здесь не узнаешь больничный холл. Атмосфера скорее как в школьном актовом зале. Радостный смех и детские улыбки. В этот счастливый миг дети, которым приходится встречать праздник в больнице, и их родители забывают о всех недугах. Хороший праздник, потому что и детей поднимает настроение, и родители как-то расслабляются маленько. После все равно родители в напряжении лежат. Эти дети настроение поднимается. Я считаю, что нужны такие мероприятия. Елкотерапию в Самарской областной клинической больнице проводят регулярно, уже больше 15 лет. Годами подтверждено, эффект от такой терапии очень сильный. Когда ребенок болен, ему всегда хочется создать какую-то теплую атмосферу. Поэтому вот эта елкотерапия направлена на то, чтобы детям было уютно здесь, чтобы они быстрее выздоровели. Когда ребенок эмоционально настроен правильно, положительно, веселый, ему хорошая обстановка создана, они у нас быстрее выздоравливают. После такой эффективной терапии около 300 детей все равно останутся долечиваться, но только для того, чтобы в 17-м году больше не болеть. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Детям судьбу, которой легкой не назовешь, новогодние праздники особенно хочется волшебства. Немного сказки им подарили актеры Самарского дворца творчества, устроившие праздник-концерт «Чудеса» под Новый год. Красочным представлением любовался и Олег Зверев. Мы вместе, елочка, елка! Самый волшебный момент вечера – секунда, когда в чудо верит каждый. И детские эмоции всегда яркие, положительные, независимы в первый раз ребенок на елке или нет. Первый раз она увидела Деда Мороза, и он ей даже предложил потрогать бороду. Правда, она испугалась, такая, нет. А так вот, мне кажется, все понравилось, да. Мы вообще первый раз посещаем елку. Ну, они у нас еще маленькие, поприжались к нам. Ну, в общем-то, понравилось. И Дед Мороз. Весело. Что, даже подарок есть? Да. Кто тебе подарочек? Деда Мороз. Такими подарками Дед Мороз осчастливил всех ребят, которые пришли на благотворительную елку, которые организовали специалисты Самарского дворца творчества. В первую очередь поздравили ребят из детских домов и приютов. Новый год – это обязательно для ребенка, для каждого ребенка должен быть. И совершенно не должно зависеть от благосостояния родителей. Да и, с другой стороны, это нам приносит большое удовлетворение, когда мы всем детишкам абсолютно стараемся, чтобы это елочками смотрели все дети, которые в этом нуждаются. Это наша потребность. Новогодние праздники для коллектива Дворца творчества – это рабочее время, самая горячая пора. В канун торжеств и во время январских каникул им предстоит дать еще много концертов. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Гонка памяти, посвященная руководителю Департамента спорта Самары, Виктору Ольховскому, пройдет 30 декабря. На лыжной базе «Чайка» приглашаются все желающие. Подробности у нашего спортивного обозревателя Сергея Кизоркина. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Гонка памяти пройдет 30 декабря на лыжной базе «Чайка». Новокубышевская волейбольная «Нова» в новом году будет играть в Самаре. Футбольные крылья Советов и хоккейная «Лада» дополнительно получат полмиллиарда рублей. 517 миллионов рублей дополнительно к основным бюджетам выделит областная казна на работу двух профессиональных спортивных клубов региона. Сэкономленные в этом году средства направят не на здравоохранение или физкультуру, а на поддержку самарских футбольных крыльев Советов и Тольятинскую хоккейную «Ладу», а именно на погашение кредитов и долгов по зарплате игрокам. Новокубышевские волейболисты переезжают в Самару. В 2017 году новозанимающий в текущем чемпионате российской суперлиги 9 место будет проводить домашние матчи в МТЛ-арене. Первая игра пройдет 8 января с Югрой из Нижневартовска. Вход в спорткомплекс свободный. Из Новокубышевска любителей волейбола привезет бесплатный автобус. В пятницу 30 декабря на лыжной базе «Чайка» управленческий пройдет гонка памяти, посвященная ведущим спортсменам и тренерам Самарской области. В этом году она приурочена памяти мастера спорта, руководителя департамента спорта Самары Виктора Ольховского. Его не стало 10 декабря. На старт соревнований допускаются все желающие, любители и профессионалы. Начало в 11 утра. Дистанции 3, 5, 10, 15 и 30 километров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. С наступающим Новым годом. Удачи вам. Увидимся. Новосибирск. 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 Продолжение следует...